Сегодня с утра нас уже накрыл туман, шторма уже не было, было достаточно тихо, и за час туман сменился ярким солнцем, но, как видно, он еще не совсем отошел и никто не знает, какая погода будет даже через полчаса. Возможно, это будет дождь, возможно, туман, возможно, снегопад, Арктика, и погода в Арктике непредсказуема. Полярная станция Бухта Тихая – это один из важнейших и самых интересных для истории российской Арктики памятников. Всего за 31 год существования станции, а она была основана в 1929 году, а закрыта в 1960, здесь сложился очень интересный комплекс памятников, которые отражают всю сложную и, в общем, героическую историю освоения и заселения Арктики в советский период. И Бухта Тихая стала не просто самым северным фарпостом советской науки в Арктике, но и символом, неким символом освоения высоких широк. Благодаря труду сотрудников нацпарка территория станции просто преображается. Она из помойки становится музеем, действительно реальным музеем. И просто я выражаю восхищение работой сотрудников парка, вот Андрея, в частности, Куйникова, его группы студентов. Молодцы! Так, у нас на острове, на острове Гукера работает только 4 студента Северного Арктического Федерального Университета. И на другом острове тоже работает около 20 студентов. Все эти студенты прошли через огромный конкурс, то есть, чтобы попасть в число 25, на конкурсе приняло участие около 80 студентов. Моим первым вопросом к каждому студенту, это был вопрос, зачем ты едешь в Арктику? Ответы звучали разные, кого-то кинула романтика. Затем мы узнавали у каждого из студентов, что он имеет, то есть, нам здесь нужны люди, которые, скажем так, умеют работать руками. Это плотники, механики, это люди, владеющие навыками работы с электрикой. Всех этих студентов мы обязательно возили на тренинг. В Онеге у нас был четырехдневный сбор, где студентов еще раз готовили, где проводили инструктаж по поведению в Арктике, особенно по поведению при встрече с белым медведем. То есть, достаточно такой четкий профессиональный отбор. Ну вот мы уже спустили около 40-50 бэков с прошлого года. Сами нас собирали в этом году около 50 бэков. То есть, на берегу уже около 80 тонн мусора, плюс дрова, плюс кирпич, плюс около 100 бочек. Теперь встает проблема, как это все будет увозиться. Термическая утилизация. То есть, весь мусор, который не годен на дрова, мы сжигаем кострак специально на берегу, чтобы ничего не загорелось. Потом весь, все агарки складываются в бэги. А тот мусор, который на дрова годится, мы распиливаем и относим в баню. Бросим вот так. На них поперечин на шьем каких-нибудь. Тот трап просто перевернуть и положить. Пусть он лежит. Нет, ну хорошо, просто чтобы эти столбы были вровень с крыльцом. Не, ну естественно. Да, да, присталим хорошо. История моего волонтерства, она, в общем-то, уже 13 лет длится. Вообще, с детства неудовлетворенное желание стать моряком. Ну а моряк – это бродяга у всех считается. Вот и мне нравится. Несмотря на мою такую профессию, основную профессию врача, тяга к путешествиям, к посещению новых мест, она постоянно живет, наверное. Ну вот и привела в Арктику. Сегодня я восстанавливал одну из метеорологических, так называемая, жалюзийная будка. В общем-то, достаточно нехитрое, но весьма интересное сооружение, которое помогает метеорологам вести наблюдение за влажностью, за температурой. И одну из таких будок, ну, к сожалению, приборов из этой будки пока не нашлось. Вот, но саму будку, я надеюсь, мы восстановим. А может быть, с помощью гидрометцентра или еще кого-то. Там появятся те приборы, которые должны в ней стоять, и тогда, тем более, это будет еще более интересное, более полное музейное. Ну и вот так начинается каждый день. Без 15.08 встаю я, начинаю бегать, готовить, готовить, готовить. Минут 30-40 у меня на готовку. И в 8.30 уже вожу студентов. Встают студенты, около часа завтракаем. И около 9.00-9.30 начинается рабочий день. Ну, зато для меня приятнее. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, Арктика во все времена привлекала людей. Наверное, мало таких людей, кто не мечтал бы плавать здесь. И для меня казалось это совершенно нереальным делом приехать в Русскую Арктику. Как-то так сложились обстоятельства, что получилось. Вот мы приехали, мы уже две недели здесь работаем. Задача сделать посещение туристами бухты Тихой, вот этого комплекса полярной станции, максимально эффективной и интересной. Арктический ландшафт, он очень ранимый. Если сотни людей пройдут по растительности, хам, лишайникам, высоким цветочкам, которые здесь успевают за арктическое лето все-таки отсвести, со временем они могут просто быть огнетенными и даже погибнуть. Поэтому наша задача направить людей так, чтобы не было вытаптывания. Сейчас я покажу то, что было сделано вчера бригадой волонтеров. Вот сейчас я могу спокойно пройти по этому настилу, как, надеюсь, сотни других туристов в следующем году. Он так уже прочный, надежный. Грузовое судно «Мангазея», которого мы очень долго ждали и боялись, что, возможно, придет ночью, потому что если приходит ночь, то и разгрузка тоже начинается ночью. Ночью как раз-таки и пришло. И после тяжелого рабочего дня все парни были подняты по тревоге. Это около часа ночи. Началась разгрузка, которая длилась несколько часов. Все очень сильно устали, буквально лица ни на ком не было. Я много про авралы полярников рассказывал, когда это были строительные авралы, авралы по разгрузке. Так получилось и с нами. С нами в бухте «Тихая» работает волонтер Владимир Викторович. Вообще-то он доктор в Москве. Владимир Викторович хороший знаток Арктики. Он знает очень много историй. Он рассказал нам, что в 40-41 году полярники, которые жили в бухте «Тихой», знали о начале Великой Отечественной войны по радио. Но в 41-м в связи с войной их не смогли отсюда вывести. И они бессменно, без снабжения работали здесь до 45-го года, продолжая нести свою вахту, совершая подвиг. На днях ко мне подходит один из моих студентов, Андрей Старожилов. Он вообще отличается тем, что задает массу вопросов, выносит массу новаторских предложений и предлагает в своем духе. «Андрей Васильевич, давайте мы с вами на берегу напротив скалы Рубини поставим скамеечки». Я говорю, Андрей, зачем скамейки на берегу моря? Он говорит, а пусть туристы с разных стран приезжают и смотрят на скалу Рубини и восхищаются, как, например, японцы восхищаются своей фудзиамой. Я говорю, ну, что-то в этом есть. А он потом говорит, пусть еще в это время им Рубини поет. И вот я говорю, Андрей, ты знаешь, что Джованни Батиста Рубини 150 лет назад скончался, а он, говорит, петь не может. Он так почесал затылок, говорит, ну, пусть какой-нибудь другой итальянец поет. Это старые легкие самолетики по два, вот останки которых мы здесь вот видим и пытаемся их оградить, чтобы их останки действительно не были затоптаны группами туристов, не были разобраны сувениры. Так, парни, кирпич, значит, на поддон. Весь крупный мусор в сторонку, всю мелочь тоже в Доге. Ящики, разобрать ящики, сжечь, а вату положить в Доге. Вот, пока так. Ну, и здесь тоже шлаком. Отсюда шлак возьмут, и эту кучу шлаком заровняется. Посмотрелось. В Убане то же самое. Сегодня двое наших ребят будут заниматься рекультивацией острова, а мы вдвоем пойдем в механическую мастерскую дальше убирать кирпич и все остальные запчасти, то есть, которые остались с тех лет, все проживело, все ржавчины будем убирать, играть тоже. Здесь все пропитано историей, нашей историей освоения нашей Арктики. И то, что сейчас делается, ведь тоже когда-то станет историей. И эти ребята будут тоже очень интересной страницей в жизни, в истории Бухты Тихой и этой полярной станции, будущего музея. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Парни здесь работают, все восстанавливают. Надо будет им обязательно провести экскурсию. Да не экскурсию, а просто рассказать, показать, в каком доме, что будет у нас, когда здесь будет уже музей создан. Восстановим ветрогенератор. Так, хотя бы просто лопасти восстановим, как будто бы он работает. В здании мехмастерской тоже все отремонтируем. И по возможности сделаем станки, которые работают, чтобы был показ жизни полярников. В одном из домов сделаем рабочий кабинет Папанина обязательно. Из ангара сделаем лекционный зал со временем, где будет экспозиция. То есть вся Бухта Тихая будет в масштабе. Авиационный склад тот же обязательно надо будет восстановить. В этом году мы уже с ними это начали. На метеоплощадке восстановим все приборы. То есть метеоплощадка будет словно бы работающая. То есть Бухта Тихая у нас, благодаря нашим студентам, ожила. Как-то стала дышать, жить что ли. Надо будет все это обязательно рассказать и показать, чтобы каждый уже понимал, что он сделал много и что это очень дорогого стоит. Хорошие это дела. Редактор субтитров А.Семкин